Здравствуйте! Вы смотрите интервью. С вами Ян Ермешов. Продолжает работу выездная студия Енисея на Красноярском экономическом форуме. И сейчас у меня в гостях Сергей Натаров, депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по охране здоровья. Сергей Васильевич, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, вообще-то, форум проходит в таком гибридном формате. Мне кажется, это первое такое событие, когда уже можно встретиться не просто онлайн, а даже очно побеседовать. Насколько все-таки это важно, на ваш взгляд? Ну, люди, наверное, устали от общения, без общения, и поэтому, конечно, любое общение, особенно, когда на форуме представлены разные люди, разные компании, разные мнения, разные спикеры. Это очень важно послушать. Вы чего ждете от форума? Я жду то же самое, что и ждут тысячи и тысячи красноярцев, жители Красноярского края. Это, в первую очередь, стабильности. Во вторую очередь, это достаток в семьях, все, что касается. Это, в первую очередь, и напрямую связано с темой о том, что сегодня здесь говорилось. Об инвестициях, о стабильности бюджета, о инфраструктурных изменениях, в том числе и касающихся в промышленности, в многих отраслях. Это создание рабочих мест новых. Чтобы сделать и произвести что-то завтра, нужно думать сегодня и говорить сегодня. И в разных муниципальных образованиях нужны инфраструктурные проекты, чтобы были задействованы не только Норильская промзона или сам город Красноярск, но и юг края, но и те муниципальные образования, районы, которые хотят тоже участвовать в этом. И люди там ждут каких-то изменений. Естественно, вот именно по логистике должно быть сделано так, чтобы инвестиции, инфраструктурные проекты развивались в каждом муниципальном образовании. А для этого нужна программа каждого муниципального образования, влитая в общую программу развития края на ближайшие пять лет. Люди хотят изменений. И в первую очередь, многие спикеры сегодня говорили об этом, что они хотят сегодня и хотят увидеть, что будет завтра, ожидать, что будет завтра. Поэтому очень важно, чтобы сейчас сегодня многие спикеры говорили о том, что времени практически нет и должно быть проходить все быстро. Сегодня многое для меня было... Многие вещи, которые сегодня говорили спикеры, касаются не только изменений внутри субъекта на федеральном уровне, но и в том числе как законодатели. Мы сегодня услышали, что нужны изменения федеральные законы. Какие, например? Какие сейчас изменения нужны? Он, который касается инвестиций в Российскую Федерацию и взаимоотношения субъектов. Почему сегодня говорили, что те многие проекты, которые сегодня выработаны, отработаны на Енисейской Сибири, не могут найти... То есть без федерального вливания, без федеральных денег, сегодня денег не так много, сегодня Запада денег нет. Зам. Представателя правительства Российской Федерации говорил о том, что нужно вскрывать вот эту кубышку, как мы все и говорим, инвестиционную, которая касается фонда благосостояния, которая в том числе должна пойти и вот на эти проекты, которые прорабатывались и прорабатываются здесь в субъектах федерации. Неужели у нас не хватает каких-то средств для того, чтобы взять и вливать их вот в такие проекты? Или это уж просто-напросто работа законодателей? Как распределить это все? Здесь многое зависит от тех законов, которые сегодня приняты. Вот многие там спикеры сегодня, в том числе и Дерипаска, говорил о том, что закон об инвестициях, как его по-разному называют, что нужно менять, потому что он дополнять. Он как живой, ну, любой закон как живой организм. Видимо, настало время, особенно вот пандемия нас подтолкнула к тому, что многие законы на федеральном уровне нужно править для того, чтобы проекты, особенно которые крупные, инфраструктурные, которые касаются нескольких субъектов федерации сразу, реализовывались быстрее, потому что и люди этого ожидают. Медицина. Мы говорим уже о пандемии как о чем-то таком привычном, это раз. Во-вторых, все-таки, если сравнить Россию и остальной мир, мне так кажется, это мое личное ощущение, что мы чувствуем себя наиболее комфортно. У меня даже есть такое впечатление, что мы немного расслабились в этом отношении. Давайте посмотрим, что происходит сейчас в Турции, что происходит сейчас в Великобритании, в западных странах. Мы действительно проходим это успешнее, чем все остальные? Или это кажущаяся такая легкость? Нет. Это, безусловно, решения, которые были приняты и на федеральном уровне, и те десятки законов, которые мы буквально в кратчайший срок принимали в Государственном Думе, которые позволили многие вещи сделать таким образом, сделать эту платформу для того, чтобы справиться с пандемией, и тратить деньги на эти вещи, закупки аппаратов искусственной вентиляции легких, строительство быстровозводимых корпусов, которые бы смогли принимать большое количество людей, которые в тяжелом состоянии. И многое-многое другое, которое позволило, по большому счету, справиться с такой, сделать перелом в пандемии. И все-таки медицина сейчас, она на каком уровне? Помните, у нас в какой-то момент мы очень сильно сконцентрировались именно на помощи тем, кто пострадал от ковида. Было понятно, что эти волны, они просадили всю остальную медицину, как таковую, плановую помощь. Сейчас мы вернулись к этому или нет? Мы вернулись к плановой помощи, но, честно сказать, что за этот год многие проблемы вскрылись еще сильнее. То, что касается и онкологии, то, что касается и кардиологии, операций многих. Потому что в этот период большая часть плановой помощи была свернута, и сейчас нужно это нагонять. Сегодня можно, безусловно, сказать, что высокотехнологическая помощь и субъект Федерации, и в Российской Федерации достаточно готова. Сегодня нужно максимально спустить помощь, первичную помощь спустить в муниципальное образование. Там люди ждут этой помощи, потому что за эти годы и то, что мы делали в нулевые годы, в 2000-е годы, закупали многое оборудование. И вот некая вот эта оптимизация, которая, по нашему мнению, была достаточно непродуманная, она привела к тому, что сегодня люди в отдаленных территориях не могут ощутить себя защищенными и не могут получить эту первую помощь. Так как это связано и с кадрами, которых действительно нет, ни все ФАПы закрыты, ни все амбулатории, узкие специалисты в отдаленных ЦРБ не хватает. И это ощущается. Нам вот этим сегодня нужно очень серьезно заниматься. Но сейчас же запущена уже реформа первичной медицины. Да, запущена. Нам сегодня очень важно, чтобы те деньги федеральные, которые сегодня выделены, правильно использовались в субъектах Федерации. Правильно были направлены, чтобы люди реально почувствовали изменения какие-то в рамках первичной помощи. Вот это нужно сегодня на всех уровнях отследить для того, чтобы деньги реально пришли. Поэтому сегодня люди в ожидании действительно реальных изменений, которые должны произойти в том числе и в Красноярском крае. Сейчас, как вы оцениваете, как дальше будет развиваться ситуация? Потому что многие не скрывали, что март, апрель мы ожидали третью волну, всплеск. Но давайте скажем честно, да, ситуация напряженная, но не катастрофичная. Что дальше? Риски сохраняются. Риски сохраняются с учетом того, что если наше население не послушает тех рекомендаций, которые сегодня идут и на уровне правительства в разных сферах и со стороны медицинского сообщества, что сегодня нужно максимально избежать поездки в те территории, где сегодня ситуация меняется не очень хорошо. Это, в принципе, практически вся Европа, это Турция, это еще ряд стран, где на сегодняшний день, по нашему мнению, что с пандемией не справились, пришла некая иная и третья волна, которая может прийти и к нам. Поэтому в большей степени нам расслабляться не стоит. Но вот те меры, которые сегодня рекомендуются, это все правильные меры, которые должны соблюдаться еще, наверное, многие-многие годы. Пандемия очень серьезно коснулась все, что касается экономики. Поэтому сегодняшний форум и те темы, которые сегодня поднимаются, они касаются дальнейшего развития. Но вот многие спикеры сегодня, еще раз спикеры, говорили о том, что без многих принятий решений на уровне федерации субъекты сами справиться с этой ситуацией не смогут. Какие решения на ваш взгляд нужны? Сегодня нужно сделать все для того, чтобы денег для инвестиций было в России больше. Сегодня их недостаточно для крупных вот таких инвестиционных проектов. О том, что мы говорили, строительство новой железной дороги скоростной, которая позволит сегодня намного быстрее перевозить грузы. Сегодня развивается Восток и нам нужно к этому тоже быть готовыми. Вот. Ну и многие-многие вещи. Поэтому думаю, что форум даст ответы на многие вопросы. Но самое главное, наверное, все ждут сегодня послания президента. Потому что прорабатывается, не секрет, что сегодня в правительстве прорабатываются многие темы, связанные с дальнейшим развитием России. И мы ждем, что в послании президента мы услышим достаточно серьезные, не только вещи, связанные с инфраструктурным преобразованием, но и с социальным и неким показателями, куда будем двигаться в ближайшие годы. Спасибо большое, что вы пришли к нам сегодня в студию. Я хочу пожелать вам удачной работы на форуме. Спасибо. И всего доброго. У нас в гостях был депутат Государственной Думы Сергей Натаров. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»